АРАВЕЛЯН БАГДАСАРОВ 98 лет назад в этот день армянские пустители в Тбилиси застрелили Джамала Пашу, одного из организаторов геноцида против армян. Холодная война между Турцией и ОАЭ набирает обороты. Литературные победители 2020 года. Сегодня день памяти Аршила Горького. Окаменелось наземного животного 7,5 миллионов лет, известного как предок слонов, была найдена на дне водохранилища Емула в провинции Кесаря, Западной Армении. Согласно объявлению, сделанному муниципалитетом, в подводной зоне были обнаружены находки в 7,5 миллионов лет в результате работ, выполненных при поддержке муниципалитета. Алия Тамкискин, член исследовательской группы пещеры Убрук, который приехал в Кесарю, чтобы принять участие в исследовании, сказал, что ранее он сталкивался с морскими окаменелостями под водой. Но наземные окаменелости, которые были обнаружены под водой, были первыми в мире. Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым на вести.фм высказался по поводу названия нынешней Республики Армении. «Сама большая армянская диаспора проживает в России. Здесь армян живет не меньше, чем в Восточной Армении, которая сейчас называется Республика Армении. Почему я говорю Восточной Армении? Потому что, когда мне говорят Республика Армении, я говорю, я не против официального названия, но правильно, наверное, если бы она называлась Восточной Армении. Это 7% в исторической Армении», отметил Семен Багдасаров. Джамаль Паша был командующим 4-й турецкой армии, действовавшей в Сирии во время Первой мировой войны. Он принимал активное участие в массовой депортации и массовых убийствах армян в Западной Армении, келики и утопил в крови самообороны армян Урфы. Подавил арабское национально-освободительное движение в Сирии, Ливане и Палестине. После поражения Турции в войне он бежал в Германию. В 1919 году военный суд Константинополя заочно приговорил Джамаля к смертной казни. В 2 июля 1922 года по дороге из Москвы в Анкару бывший министр военно-морских сил Турции Джамал Паша остановился в Тбилиси. По воле судьбы Арташис Геверкян, Петростер, Пугусясты, Панцегикян, Заре, Мелик, Шахназарянц. В том же месяце находились в Тбилиси, организовали и осуществили убийство Джамаля. 21 июля 1922 года был роковым для Джамаля Паши. На улице Пушкинского в Тбилиси Арташис и Петрост подходят к Джамалю и его двум спутникам. Наступил священный час справедливой мести, и моя сестра, прекрасная Аник, которой еще не было 16 лет, и которую жестоко изнасиловали после Урфы, стояла перед моими глазами в тот момент. Рука на коленях, склонив голову, моя сестра мученица вспоминает этот миг Арташис Геверкян. «Паша! Паша! Вспомни! Урфу! Дерзор!» кричит Арташис, стреляя в них. Все трое падают сразу. Арташис и Петрост остались на свободе после инцидента, но были арестованы и расстреляны. В 1937 году по необоснованному и абсурдному обвинению в создании потенциальной угрозы жизни Сталина. Они были оправданы судом в 1957 году. Вечная слава героям! Нельзя отрицать, что напряженность в отношениях между Турцией и ОАЭ обостряется, хотя отношения между этими двумя странами ухудшились после восстания Арабской весны 2011 года. В этом году Турецкая Эмиратская холодная война значительно накаляется. Абудабианкара бросает вызов друг другу по всему Ближнему Востоку и Северной Африке от Ливии до Катара и Сирии до Йемена, в то время как другие регионы, такие как Балканы, Центральная Азия и Африканский Рог, также являются театрами их конкуренции, пишут аналитики Антонио Окчуитто и Джорджио Каферу на Мира Ген Ньюс. В мае глава МИД Турции Мевлюд Чавушугло обвинил Абудаби в том, что он сеет хаас в регионе из-за военных интервенций в Ливии и Йемене. Во главе с де-факто правителем ОАЭ, наследным принцем Мухаммадом Бен Заидом, Абудаби решительно выступает против практически всех видов политического ислама. Руководство ОАЭ рассматривает братья-мусульмане как экстремистскую и террористическую угрозу. Вмешательство Турции в Ливию наносят урон амбициям ОАЭ в Магрибе. В то время как Анкара также начинает играть все более заметную роль в Йемене и продолжает помогать Катару, и ОАЭ решает осуществить рост турецкой угрозы. Полная статья доступна на нашем сайте. Маленькая рамка Патилий Абрамян была награждена премией юношеские чернила и слова-отрывок из книги. В декабре в маленькой хижине, где жила одна семья, готовились к Рождеству. Несмотря на ограниченные ресурсы, две маленькие сестренки решили сделать маленькую рамку и подарить родителям. Они не смогли подумать, что рождественское чудо увековечит их подарок. Аршил Горки – настоящее имя. Востаник Манука Дуян родился 15 апреля 1904 года. Американский художник армянского происхождения, один из основателей абстрактного экспрессионизма. Считается одним из влиятельных американских художников XX века. Родился в армянской семье в селе Хурком, близ города Ван, Западной Армении. В 1915 году во время геноцида армян убежал вместе с матерью и тремя сестрами в российской Закавказье. После того, как мать в 1919 году умерла от голода в Ереване, Горки эмигрировала в 1920 году в США к отцу. В поисках себя он меняет свое имя на Аршил Горки, намекая на любимого писателя Максима Горького. Посещал художественную школу штата Рот-Айленд в Провиденце. В 1922 году Горки поступает в новую школу дизайна Бостона. Сначала рисует под влиянием импрессионистов, также постимпрессионистов. В это время он живет в Нью-Йорке. В начале учебы Горки находился под влиянием Сезана. А с 1928 года – Пикассо. С 1941 года Горки работает в своем индивидуальном стиле, в котором сочетает абстрактные формы с текучей живописной манерой. С 1926 по 1931 годы преподавал в художественной школе и Центральном художественном училище в Нью-Йорке. В 1930 году работы участников группы, в которую входил Горки, были выставлены в Музей современного искусства в Нью-Йорке. Первая персональная выставка Горки состоялась в галерее Меллана в Филадельфии в 1931 году. Первая персональная выставка Горки состоялась в галерее Меллана в Филадельфии в 1931 году. А в 30-е годы Горки тесно сотрудничала с Телортом, Стэвисом, Вилельмом, Де Кунингом и Джоном Грэмом. С 1931 по 1939 годы он работал в качестве художника-монументалиста. Участвовал в создании росписей для аэропорта Нью-Йорк. С 1938 года открылась большая выставка его работ в Нью-Йоркской галерее Боир. В 1941 году художественный музей Сан-Франциско организовал его выставку. В 1944 году он познакомился с Андре Бреттоном и другими известными сюрреалистами. Последний год жизни Горки был полон трагических событий. Сгорает мастерская вместе с работами его, и художник обнаруживает срак. Он попадает в автокатастрофу и, сломав руку, лишается возможности рисовать. А жена покидает его, забрав с собой детей. 21 июля 1948 года в возрасте всего 44 лет Горки совершает самоубийство, повесившись. Похоронен на кладбище в городе Шармана в Коннектикуте. У Армении есть тепло, жизненная сила, особое счастье и грусть. Печально, но не побежденно. На сегодня на все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Масунг». Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok